Уважаемые коллеги, спасибо вам большое за приглашение. Для меня действительно большая честь и удовольствие сегодня быть здесь, за эту возможность говорить о таргетной терапии немелкоклеточного рака легких в Венгрии. Многие из вас, наверное, задаются вопросом, а где, собственно, Венгрия? Мы находимся в Центральной Европе, небольшая страна, у нас уже 10 миллионов жителей, населения, но несмотря на такое небольшое количество людей, живущих в нашей стране, ежегодно появляется порядка 10 тысяч людей с раком легким. То есть это довольно высокий показатель. Что же касается уровня смертности аутрака легкого в Европе, вы видите вот здесь, где находится Венгрия. Венгрия находится, к сожалению, на первом месте и не только в Европе, но и во всем мире, по большому счету. Что же в картине с женщинами, с женским населением, ситуация здесь такая же, к сожалению. Что же мы можем сделать? Давайте взглянем на разницу в смертности мужчин и женщин в Венгрии с 1955 по 2013. И вот мы видим, что с женщинами мы вышли на такую ровную поверхность, однако с мужчинами вышли на плоскую поверхность, на такую постоянную переменную. То с женщинами этот показатель все время растет. Заболеваемость рака легких среди мужчин и женщин рассмотрели, да? Но давайте вот посмотрим. 20 лет назад соотношение было 1 к 4. Однако, например, в Будапеште, в столице нашей страны, это соотношение 1 к 2. И вскоре, я думаю, что оно выйдет на уже равенство. Так что для женщин рак легких также является, очевидно, очень серьезной проблемой. Патологические субтипы, подтипы рака, давайте посмотрим. Вот мы с вами посмотрели на этой диаграмме распределение, плоскоклеточные, аденокарциномы, крупноклеточные и так далее. Здесь мы видим, что аденокарциномы среди гастологических подтипов Венгрии занимают 45%. Лишь 25% отводится на плоскоклеточный рак. А в Венгрии частота аденокарциномы все время растет. Говоря о тактике выбора первой линии лечения, первой линии терапии аденокарциномы в Венгрии, понятно, что в Венгрии у нас довольно уникальная ситуация, именно из анализа КЕРАС-теста. Эта мутация, мутация драйвер в аденокарциномы практически уникальная. И довольно правильным решением было бы сначала исключить связанность мутации КЕРАС-рак и затем уже лечить все остальные. После этого мы продолжим уже с тестом АГФР и затем подразделимся еще на две части. Да, дикий тип АГФР и мутация АГФР. В случае с диким типом мы продолжаем уже с ФИШ-анализом и МЛ-4-АЛК. Как я уже говорил, мутации зачастую бывают уникальными, иногда случаются, правда, двойные мутации. Вот у нас есть данные о частоте двойных мутаций в Венгрии. Что же относительно частоты встречаемости сочетания АЛК с диким типом КЕРАС и мутациями гена АГФР в Венгрии? Частота вот этого дикого типа аденокарциномы АЛК очень низкая, от 3 до 4%. Аденокарциномы с диким типом обоих генов. Это все время такой постоянный вопрос, а что мы можем сделать? Анализ, выполняемый при необходимости, или анализ по запросу? Анализ при необходимости означает, что онколог спрашивает патолога, а необходим ли тест на биомаркеры. Мы запрашиваем тест, и мы тестируем только аденокарциномы, ничего другого. Мы не тестируем сквеймбозные клетки, и в случае немелкоклеточного рака такая же ситуация. Я говорю об опыте Венгрии, такого таргетного целевого лечения. Покажу вам результаты исследования СИТАК. Это исследование было проведено в Венгрии, я был его основоположником. И мы оценивали эффективность первой линии терапии эрлатинибом у пациентов с распространенным ЭГФР позитивным раком легкого. В чем же была причина проведения этого исследования? На тот момент у нас было лишь одно позитивное клиническое исследование с кавказскими пациентами. Вам всем известно это исследование ЮРТАК. Это было международное исследование. У нас были центры в... Мы оценивали так называемые классические мутации. Хексон-19, Хексон-21. Ну, такие классические штуки. Ну, и мы увидели прогресс в уровне выживаемости при применении эрлатиниба. Включено было 62 пациента. 651 прошел этап скрининга. 62 по результатам, как я уже сказал. Вот результаты, да, прогресса. Первичная, конечная точка. Выживаемость без прогресса практически 13 месяцев. Но я хотел бы подчеркнуть, что в так называемой классической форме, при так называемой классической форме мутации. Непрогрессионная выживаемость в подгруппах. Вот мы увидим, что делицы к зону 13 и мутации к зону 21, они отличались. Да, в итоге показатель первый был выше. Ну, однако статически, статистически все это было незначимо. Тем не менее, довольно интересно. Нам очень хорошо, что от BlackStan 6 мы знаем, что ситуация была обратная. Что же касается однолетней выживаемости, вторичная, конечная точка. Здесь показатель был более 80% пациентов. Мы сравнили эти показатели с другими данными других исследований, результатов. И вот здесь вы видите, что показания, результаты исследований и так были сравнимы. Я бы хотел поделиться нашим опытом использования афотениба. Это было клиническое исследование 3B. И показать я хотел бы вам определенный опыт и результаты этого исследования. Все мутации гена ИГФР, не только классические или только редкие, пациент должен, для включения у него должна была отсутствовать предшествующая терапия, такая ИГФР, ну и все линии терапии могли быть включены, даже третья и четвертая. Вот, пожалуйста, исходные характеристики пациентов. Перед вами больше было женщин, чем мужчин. Ну, в основном, это была первая линия терапии у них. И в основном они все не являлись курильщиками. Что же мы выяснили, была одна двойная мутация у этого пациента, у него был экзон 19 к раз, ну и в итоге пациент этот был не очень сильно хорош. Результаты эффективности перед вами, результат ответа, то есть оценка того, как пациенты откликались на это лечение, никаких новых сигналов в результате исследования получено не было. Я бы хотела поделиться вам клинический случай, один из включенных в это исследование, это пациентка, женщина, 59 лет, никогда не курила. Ну и в сентябре 2012 года у нее была проведена левосторонняя нижняя лобоктомия, так называемое заболевание Л2. Ну и мы выписали пациенту химиотерапию вместе с лекарственными препаратами. К сожалению, через два года назад мы увидим плевральный выпад и метастазы в левый надпочечник. Цитология плеврального выпада показала нам клетки злокачественного опухолевого образования и была обнаружена дилеция экзона 19. Ну и, естественно, мы начали лечение джиотрифом в декабре 2013 года. Через два месяца контрольный ПЭД показал полный метаболический патологический ответ. Ну, уже ранее я вам сказала, что мы начали лечение афотенибом, но и в декабре 2013 года. И пациент... Вот вы видите результаты патологического ответа. И текущий статус такой же. Пациент в полном патологическом ответе на протяжении двух с половиной лет, больше даже. Вывод какой из историй этого пациента может быть сделан? У пациента была дилеция 19-й экзоны, полная ремиссия до настоящего времени на протяжении более чем двух с половиной лет. Она ведет довольно активный образ жизни, и кажется, что при аденокарциномии легкого EGRF+, и DELITION-19, основным препаратом, похожим, является геотриф. ЛАКСЛАНГ-3 и 6, вот эти исследования, давайте взглянем на их дизайн. Мутации генной GFR в опухолевой ткани, и афотениб был сравнен с терапией на основе платины. Общая выживаемость перед вами. В первом случае пациент с афотенибом жил на один год дольше, чем пациент, который в первой линии получил так называемое платиновое лечение. В последней части своего выступления я бы хотела показать вам так называемое венгерское ретроспективное исследование. Как я уже упоминал, у нас довольно большой опыт в работе с КРС и с различными подтипами рака легких. Мы пытались выяснить различные эпидемиологические картины, классические, и GFR-мутации аденокарциномы, ну и просто потому, что при аденокарциноме клиническая значимость мутации GFR не могла быть установлена. И мы, в общем, могли бы оценить предиктивную значимость КРС вот этой мутации при раке легких и в случае традиционной конвенциональной платиновой терапии. Перед вами распределение мутаций в общей когорте. Да, 7% всего лишь приходят, 6% на редкие формы мутации GFR. Однако, видим вот другие, да, типичные мутации GFR примерно сопоставимы, 5%. Так называемые синонимичные мутации GFR были 3%. Довольно любопытно, что вот это отношение было примерно одинаковым в классической и в редких формах мутации в аденокарциноме. Общая выживаемость пациентов с аденокарциномой легкого. Здесь мы можем видеть на этом слайде. В клинической практике довольно любопытно. Пациенты, которые никогда не курили среди общего числа пациентов с аденокарциномой, жили дольше, чем те, кто в прошлом курили или курили по настоящее время. Что же касается различных подгрупп пациентов, классические мутации, редкие мутации, двойная мутация, КЕРАС и GFR аденокарцинома. И, ну вот, все данные представлены здесь. Пациенты с редкой мутацией лечились. Соответственно, подход к ним был разный, типичные мутации. Вот вы видите здесь, что общая выживаемость была гораздо лучше для пациентов с классическими мутациями, хуже, соответственно, с редкими мутациями. И кажется, что для определенной стадии заболевания выживаемость пациентов с двойной мутацией и мутацией КЕРАС была примерно одинаковая. Что же касается результатов лечения в группе классических мутаций и в группе с редкими мутациями. Вы можете здесь видеть, что общий уровень общего ответа был в случае классических мутаций выше, чем в случае редких мутаций. И выживаемость без прогрессии, соответственно, тоже была различная. Классическая, вот вы видите, была, соответственно, выше. Какие же выводы можно было сделать из этого исследования? Похоже, что классические виды мутации показывают другие эпидемиологические характеристики. В случае с редкими мутациями ИГРФ существенное клиническое влияние оказывают на картину и, собственно, расширяют число пациентов, которые могут быть включены в исследование и получить пользу от ИТК и ИГФР. Похоже, что, ну, помимо вот этой эпидемиологического влияния, еще раз повторюсь, вывод основной был то, что редкие мутации ИГФР позволяют большее число пациентов включать в это лечение. Дополним картину данными, полученными в исследовании ЛАКСЛАНГ 3 и 6. Вот редкие мутации. Вы можете здесь видеть, что выживаемость без прогрессии где-то колебалась между 6,7 и 9,2 месяцев. Ну, вот как обобщить то, что имеется наш опыт и наши знания в Венгрии? Вместо анализа биомаркеров мы используем исследования по запросу только при распространенной аденокарциномии. Мы не проводим такого повсеместного исследования. В первую очередь мы начинаем с КРАС, а не с типом W. Затем мы переходим же к ИГФР и к АЛК, в случае, если перед нами двойная мутация. В Европейском Союзе, возможно, мы уже слышали, кризотениб был одобрен в первой линии. Параллельно иногда при определенных результатах КРАС мы проводим параллельные тестирования. И недавно, буквально 20 минут назад, обсуждался вопрос жидкой биопсии. Да, в Венгрии мы начали только что его применять, эту форму. И сейчас уже получаем какие-то образцы крови. Расходы на гифотениб и эрлотениб возмещаются на афинитип только по специальному запросу. Расходы на кризотениб возмещаются тоже по специальному запросу. В случае Т-790М по специальному запросу также возмещаются расходы на ИГРФ и ТК третьего поколения, соответственно, асимертениб. Ну и на этом у меня все. Спасибо вам большое за ваше внимание. Это вот ночной вид Будапешта. Можете посмотреть на наш подвесной мост, парламент. Пожалуйста, приезжайте в Венгрию. Мы вас очень сильно ждем. Спасибо. У меня есть эпидемиологический вопрос. Довольно странно видеть, что частота рака легких в Венгрии почему-то в два раза выше, чем в Австрии. Страна, которая, в общем, довольно близко к вашей стране или в Чехии. В чем же причина, по-вашему? Очень простой ответ. Мы не знаем. Нас всегда задают этот вопрос, однако ответа на нас у него нет. Мы не знаем. Ну вот, например, у нас курит, в общем, не больше людей, чем в других странах. В Греции, в Германии курят столько же людей. И вот у нас такая высокая частота с заболеванием раком легких. Может, какая-то генетическая, я не знаю, здесь картина, социальные какие-то, я не знаю, факторы, что-то такое. Было бы здорово как-то изучить этот вопрос. И что же касается вот курения. По-прежнему ли много людей курит в вашей стране? Так же много, как в Польше. Какова ситуация в вашей стране? Какая доля населения курит? В Венгрии, к сожалению, Женщины курят чуть больше даже, чем мужчины. А мужчины, в общем, ну, в сравнении с остальными странами Европейского Союза, я думаю, где-то треть, наверное, людей в Венгрии среди мужчин, а вот женщины, мне кажется, где-то 25. С женщинами у нас похуже картина, конечно. И у нас есть определенные политические программы, да, стратегии. В Венгрии у нас абсолютный запрет на курение в общественных местах, и не только на сигареты он распространяется, но и на электронные сигареты в том числе. То есть это очень странно, знаете, принимая все это во внимание, у нас абсолютный запрет на электронные сигареты в том числе в общественных местах. Не знаю, не знаю, почему так происходит. Мы стараемся изо всех сил, но по-прежнему ситуация сохраняется. Мы не знаем, почему. Я не знаю, почему все так плохо, если вот вопрос о чистоте рака легких. Так или иначе, здесь у нас другая ситуация. В Санкт-Петербурге у нас очень высокая... У нас довольно большая частота также скаломозных клеток, рака скаломозных клеток. И вот непонятно, да, почему. Примерно такая же, как у вас в Венгрии, в Северной Америке, в Восточной Европе, в Западной Европе. Может быть, потому что какое-то изменение происходит в поведении курильщиков. Да, я не знаю, как в другом мире, в остальных странах, но вот в Венгрии, например. У нас есть данные по различным странам Западной Европы и по Штатам. Рак легких среди женщин растет. И среди них, в общем, довольно большое число никогда не курило. Тоже довольно любопытное наблюдение. Не знаю, не знаю, почему. Может, 10-12 лет назад такое вот поведение... Вообще, культура курения измерилась, да, фильтры, по меньшей мере, стали добавлять сигареты. То есть 20 лет назад никаких фильтров даже не было. Но мне кажется, что это также оказало определенное влияние. Сигареты с фильтром как-то, может, повлияли на число. И я не знаю, динокарцинома, может, оттуда пошла. К сожалению, я не знаю. Плей, вы много говорили о редких мутациях в GFR. Какие конкретные исследования вы проводите для того, чтобы их выявить? Это другой очень интересный, хороший вопрос. Я говорил вам о том, что соотношение, да, редких мутаций с классическими, в общем, определенное. Но результаты исследований Юртекс показывают, что уровень соотношения двойных мутаций с классическими мутациями GFR и GFR-19, я не знаю, их было значительно больше. И мне кажется, что мы используем тест-сенджер, и я думаю, что более правильно было бы использовать его для редких мутаций в том числе. Не знаю. Есть также другая точка зрения. Кажется, что редкие мутации являются, похоже, что они независимы. Никак не зависит от того, курит человек или нет, а может быть, наоборот, зависимы. Мы не знаем этого. Мы знаем, что в классической мутации процессы, в общем, зачастую не зависят от того, курит человек или нет. Спасибо вам большое за вашу интересную презентацию. У меня вопрос об комбинации ингибиторов тирозинкиназа и другого метода лечения, например, ситоксимаба с афотенибом, который сейчас одобрен в Соединенных Штатах. Если у вас какие-то виды на использование этой комбинации или на какой-либо другой комбинации в Европе, ну вот в вашей стране, вы имеете в виду EGFR-TK и антитела совместное, да, использование вместе с ситоксимабом. Ситоксимаб со афотенибом – комбинация, которая одобрена руководством NCCI в этом году. Эта комбинация была одобрена после определенного прогресса, да? Ну, у нас есть некоторые данные, но мы еще их не обработали, к сожалению. Мне кажется, иммунотерапия гораздо важнее. Мы концентрируемся на иммунотерапии, и я думаю, что последовательность и совмещение иммунотерапии, таргетной терапии, вот эти все возможные комбинации будут. За ними, я думаю, будущее. Не думаю, не думаю, что будущее в комбинации, которую вы упомянули. Спасибо. Что можете сказать о доступности TK в вашей стране? Она бесплатна для пациентов с мутациями или как пациенты получают лекарства? Они сами платят, они частично оплачивают или они бесплатно получают лекарства за счет правительства? Спасибо за большое за вопрос. У нас нет никакой проблемы в этом. Мутация GFR бесплатна. Остальное по особому запросу, как я уже упоминал. GFR TKI пациенты, они могут получить латиниб и другое лекарство. И мы, в общем, сейчас стараемся делать все для того, чтобы гифотиниб был полностью, деньги за него возмещались пациентам. У вас одинаково доступны как гифотиниб, так и эрлотиниб. Как вы выбираете между двумя этими? Как гифотиниб, так и эрлотиниб одинаково доступны для вас. На чем основывается ваш выбор? Ага, ваш. Я думаю, что эффективность этих двух лекарств одинакова, на мой взгляд. Возможно, токсичность, токсичный профиль несколько отличается. Ну, гифотиниб, проблемы, да, с какие-то побочные, ну, может быть, здесь сложнее просто будут побочные какие-то эффекты, но это все вопрос к вам такой же, как ко мне. У нас несколько другая ситуация в стране, я думаю, что гифотиниб более доступен, чем эрлотиниб. Здесь у нас, ну, в силу определенных, да, ограничений регуляционного характера, и здесь просто у нас меньше возможности выбора. Ну, у нас, конечно, все, да, не так, у нас одинаковый доступ, нам доступно и то, и другое, у нас возможности одинаковые. Ну, и доктор непосредственно будет принимать это решение после всех анализов, всей информации. Спасибо вам большое. Ну, что, на самом деле, мне кажется, очень интересны, прежде всего, эпидемиологические данные, то, что препараты эффективны, мы все хорошо знаем, но вот эпидемиология, даже, так сказать, рядом расположенные страны, Австрия, Чехия, где и образ жизни примерно одинаковый, и курят одинаковый, но частота, видите, распределение гистологическое, и частота, заболеваемость разная совершенно, двукратная, непонятная совершенно объяснение, этому трудно себе представить, либо учет, но в таких маленьких странах он довольно хорошо налажен. Ну, что касается мутации, мутации, частота мутации, все-таки, вот в тех данных, которые представлены доктором Острожем, там, она несколько ниже, чем в нашей популяции. Я не знаю, может, Евгений Наумович прокомментирует, чем это может быть светом? Здесь в чем дело? Мы, когда говорим про частоту мутации, то речь-то идет только о аденокарциномах, у нас продолжают болеть раком те курильщики, которые курили крепкие сигареты. Соответственно, получается, что на курильщиков у нас уходят плоскоклеточные раки. Только сейчас начинает расти встречаемость аденокарциномы у курильщиков, только потому, что где-то в 90-х годах появились облегченные сигареты, которые вызывают аденокарциномы. Получается, что у нас странное распределение. Если в странах Запада даже среди аденокарцином все равно преобладают случаи, связанные с сигаретами, просто другая разновидность легкие, то у нас удивительная статистика. У нас половина аденокарцином представлена некурящими людьми, значительно больше, чем на Западе, потому что у нас все курильщики, в отличие от стран Запада, заболевают не аденокарциномами, а плоскоклеточными раками. Вот и получается, что у нас, если взять общую частоту мутаций, так она даже ниже, чем на Западе, если считать все случаи рака легкого вместе взятые, потому что в плоскоклеточных-то не бывает мутаций. И поэтому у нас этот показатель 6-7%, а не 10%, как в странах с преимущественно белым населением. А вот если взять аденокарциному, то за счет того, что половина некурящие, у нас примерно в два раза повышена частота ИГФР мутации АЛК. То есть вот я, например, не слышал, что есть некая зависимость между тем, что куришь, беломор, приму и столичные, так сказать, и можно, так сказать, индуцировать, и что лучше тогда? Если взять курильщиков крепких сортов табака, это беломор, прима, ну, те сигареты, которые, в общем-то, были популярны в Советском Союзе, тогда не было западных сигарет, это сигареты с высоким содержанием смол, ну и высоким содержанием никотина, но это побочная. За счет того, что высокое содержание смол, табачный дым не глубоко ингалируется, не проникает далеко и вызывает плоскоклеточные раки. Когда появились облегченные сигареты, они с низким содержанием смол, там основной канцероген не полициклические ароматические углеводороды, а нитрозамины. Нитрозамины вызывают другой тип рака, не плоскоклеточный рак, а аденокарциному. И, соответственно, когда произошел переход с крепких сигарет на облегченные, это где-то на рубеже 90-х годов, то у нас начинается, как у всех, у нас почему пропорция аденокарциномы растет? За счет того, что канцероген сменился с полициклических углеводородов, пау, полициклические ароматические углеводороды, на нитрозамины. Ну вот, наверное, Евгений Наумович прав, как всегда, потому что здесь и то, что мы с вами видим в нашей стране, у нас много центральных раков, нет в других странах, или меньше значительно, чем в нашей стране. Вот то, чем объяснил Евгений Наумович. Если, допустим, азиатские страны взять, взять Японию, Китай, там очень много периферических раков, которых более половины. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова